прикиньте вчера в балаково пою-пою и на песне без тебя меня нет начинаю петь короче как без тебя время тянется мы с тобой друг на друга похожи и все просто вообще забывают слова вообще просто напрочь вообще вот я раньше всегда импровизировал этом случае придумал еще что-то а тут я вообще просто посмотрел на любка что-то не бантику нашу рядом и короче задумалась просто старости мы серьезно были усталость надо короче отдыхать ребята девчат потому что это сказывается на работе представлять и три раза юр давай заново заново опять забыла и только на третий раз вспомнила слова бабуля ничего не понимаю вообще удивительно что вы текст написали автор текста я честно сказать что я я удивился это был мой первый опыт и после этого я хочу сказать викторе аккача огромное спасибо за доверие я всегда писала музыку и стихи но никогда никому не показывал я считал что это не мое дело то что я не профессионал в этом плане я и в пенит не профессионал поэтому не и так за себя иногда стыдно бывает поэтому я думаю куда мне еще своим творчеством в плане там сочинительства не в чем бы профессионал если вы так скромно я наверное на верно способность вообще я думаю что по пока я просто на как актриса вы не профессионал нет я никогда не училась и что что просто начало когда вы знаете на что зацепился вы верите значит предсказание да вот потому что я знаю такой эпизод что вы со своей сестрой два года не общались да и решили ей набраться когда какой-то экстрасенс сказал что вы забеременеете когда помиритесь с сестрой вы быстро быстро стали мириться а если вот это экстрасенс не встретили до сих пор вы не общались нет вы знаете это просто был такой ключевой момент конечно когда мы с ней поссорились в первый же день хотелось помириться но мы пошли обе на принцип вот и поэтому два года не общались и это было очень тяжело и каждый день я хотела позвонить и она хотела позвонить но вот сыграла вот это гордо женское сыграл отпустила разлука в дом вошла это слова из песни мои и значит и поэтому каждый день мы хотели помириться и когда уже это был такой пик пик и когда мне начали все это как бы рассказывать эти экстрасенсы что она там шла водить спичками и говорит что вот здесь на втором этаже была какая-то вот очень такая ситуация напряженная с твоей сестрой родной ссора было это было действительно так это в ее комната находилась прямо над кухней этого никто не знал то что моем доме никто не был я но я верю в какие-то вещи конечно это можно предсказуемо там рассказать рассказать короче неважно я верю вот и значит но она просто говорила меч такие вещи которые вообще никто не знает и и поэтому наград я я а я очень хотела ребенка очень давно и у нас ничего не получалось и я уже там хотел делать я там фиге к они за этим далеко и она как если вы не померите не померите сестру ничего не получится вот и как бы вот это было конечно такая отправная отправная такая . я позвонил лени оказалось что она на шестом месяце беременности у нее как раз мальчик который вам обещали несколько лет не сказать что я беременна все сказали экстрасенс что я беременная мальчиком но это не может быть я не беременна вот и говорит ну нет сто процентов вот вы беременные мальчиком когда я позвонила сестре она кто я на шестом месяце беременности мальчиком именно вот елисейка моим крестом просто невозможным осином и ну видимо какие-то моменты все-таки а поссорили тебя из-за чего девочка обычно из-за мальчика ссориться ну нет я даже не хочу вспоминать что вы знаете слова материально поэтому славу что все это прошло и забыла нет мы из-за мужчины никогда не ссорились не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 добрый день друзья певица слава меня совершенно обезоруживала во время нашей беседы своей откровенностью и что еще подкупает меня она не только открытая ну там красивый талантливый оставим за скобками это подразумевается вот так вот она не только открытая она еще девушка с удивительным запасом самоиронии она к себе относится в общем должным образом и мне еще импонирует что она легко говорит о том что она бабушка стала бабушкой и не скрывает свой возраст в отличие от многих товаров по цеху это подкупает